В нашем городе несколько раз предпринимались попытки возродить работу народных дружинников. Но эта идея долго не находила отклика в сердцах бейчан. Первые шаги в этом направлении сделали жители квартала АБ полтора года назад. Опасаясь полного уничтожения своей лесопарковой зоны отдыхающими, они обратились за помощью в приемную депутата Александра Прокопьева. При поддержке ФНПЦ «Алтай» был заключен договор с казаками, которые и стали патрулировать лесную территорию, охраняя ее от вандалов. Все изменилось в конце прошлого года. Участие граждан в охране общественного порядка закрепили на законодательном уровне. В разработке документа, кстати, принял участие и Александр Прокопьев. БИИСК включился в работу сразу же. Сегодня в Наукограде действуют две организации. Народная дружина БИИСКа, она пока только на стадии формирования, и народно-казачья дружина Ермак. За время несения службы совместно было пресечено 310 правонарушений, изъято 1206 литров спиртосодержащих жидкостей, проводились проверки соусловно освобожденных граждан по месту жительства. Сегодня на встрече общественников Александр Прокопьев получил медаль от Атамана Сибирского войскового казачества. За государственную поддержку и активное содействие в деле возрождения казачества России. Такую же награду вручили депутату Алтайского краевого законодательного собрания Ирине Тепловой. Народные дружины и волонтерские движения – это, знаете, как элементы самоорганизации общества. Это такие направленные, но с точки зрения дружины, это, конечно, еще и продуманные, теперь уже со стороны государства, участие людей, наших граждан в общественной жизни. Первые шаги в работе народных дружин сделаны, однако на этом нельзя останавливаться, убежден Александр Прокопьев. Надо объединяться с точки зрения общественных организаций, с точки зрения инициативных групп и обращать внимание на те проблемы, которые объективно есть и которые нужно решать. Решать их лучше всем миром, как говорится, а не только, допустим, задача государства, задача субъекта муниципалитета и так далее. Все-таки проявлять гражданскую позицию, наверное, здесь принципиально. Ирина Попова, Сергей Доровских. Новости.